Микс Ньюз. Утро на Болткове. Доброе утро. Мы продолжаем утреннюю программу на радио Болтком. И сейчас у нас личное утро. Ведут ее Ольга Авдевич. Снова доброе утро. Да, снова доброе. И снова здравствуйте. Снова добрым утром. И я Рита Трошкина. Личное утро на Болткоме. Сегодня наша гостья. Мы ее успели поймать накануне открытия ее очень интересной выставки. Сейчас расскажем, какой это. Людмила Филиппова. Она дизайнер и художник. Правда, она кричит и сопротивляется. Да, она требовала, чтобы мы ее представили как творческий человек, создавший множество дизайнерских костюмов на исторические темы. Это такое на всю жизнь творческое удивительное хобби, которое вылилось в коллекцию уникальных исторических костюмов. В общем, Людмила, доброе утро. Доброе утро. Сразу первый вопрос у нас традиционный по пятницам. Как начинается личное утро обычно у художников и творческих людей? Ну, скажем так, утро может начинаться по-разному, но для меня очень важно начать его с улыбки. Особенно если солнечный день, если солнце заглядывает в окна, я сразу улыбаюсь и представляю, что меня ждет в дальнейшем. И оно, представляю, хорошее и хорошее оно случается? Ну, конечно, хорошее. Но также это по-закону и есть мысли материальны. Поэтому. Ну и начинается с ежедневных процедур. Я уж не буду перечислять там все подробно. Ну и, естественно, семья, завтрак, накормить любимых мужчин, отправить кого на работу, кого по делам и самой заняться соответствующей деятельностью. Либо творческой, либо хозяйственной. Бывает по-разному. А вот творческая деятельность, она какое место занимает в процентах? Периодами иногда она занимает до 80, иногда до 20. То есть это же нельзя спланировать? Это нельзя спланировать. Но вообще любое творчество в рамки никогда не войдет. Но вернемся к информационному поводу. Да, конечно. Выставка «Котовский вернисаж». Ироничная графика Людмилы Филиповой. Начнется она с 3 октября и по? По 18 октября в галерее «Элькор Гифшип», который находится в самом центре Риги. Возле памятника Свободы. В риве Бас-19, возле памятника Свободы. Я с радостью приглашаю всех радиослушателей, их знакомых, их друзей, их родных и детей в особенности посетить эту выставку, получить положительный заряд, поулыбаться. В октябре, кстати, очень это нужно. Это будет очень актуально. В нашей серой погоде. Состоится, еще раз повторю, она с 3 октября, по 8 октября. Вход свободный. С 9 утра до 9 вечера в любое время, кому как удобно. До 9 вечера даже. Да, галерея работает, залы работают. Наш зал в центре, он небольшого размера, но там собраны веселые коты. А еще раз адрес можно? Еще раз адрес. Это Бривебас-19, галерея «Элькор Гифт Шип». Около памятника свободы. Ой, да, извините, шоп я. Заглядывайте, посмотреть на котов. Сколько там котов мы увидим? Вы увидите около 90 работ. Представляете, около 90 работ, и на некоторых запечатлены будут два кота. То есть, котов больше сотни. Там даже есть и 3, и 5. У меня есть многодетная мама с кучей детей. Уже само название мне нравится. Котовский вернисаж. Людмила, а почему коты? Почему коты? Ну вот, вы знаете, на этот вопрос всегда отвечать не очень просто, но начнем так. Мы все родом из детства. То есть, основы нужно искать там. Я всегда любила рисовать. Это тоже детское увлечение, которое уже перешло в пожизненное, скажем так. И наряду со всеми другими рисунками очень большое место занимали животные. Лисицы, медведи. Зайцы. Зайцы, само собой, вплоть до змей. Но причем они у меня все были немножко очеловечены. И как я в детстве себе представляла, что если люди имеют дома, ходят в школу, в театр, в магазины, звери же должны делать примерно то же самое, но детские книжки нас этому учили, правильно? Да. Какие рисунки были? Домики строили. В платочках, в сарафанчиках, в рубашечках, в домиках, с ведерками, там кто чем занимался. Бежит курица с ведром, заливает кошки в дом. И в моем детском представлении это закрепилось. Они как люди. И уже вот я стала их рисовать. Недавно нашла очень интересно детские рисунки в семейном архиве. Мама почему-то сохранила. Возраст 6-7 лет. Причем в характере у меня была любовь к подробностям. Давать характеристики и еще все четко описывать. Вплоть до того, что если я рисовала какую-то лису, которая чем-то занималась, и она была одета, я подписывала, что вот это фартук. Чтобы никто не перепутал случайно. Если я рисовала в магазин, где за прилавком стоял какой-нибудь кот, а в очереди стояли лисы и зайцы, то на прилавочках были выложены товары и подписаны. Сыр голландский стоит столько-то. Колбаса такая-то стоит столько-то. То есть в детстве, когда я ходила и видела это, мне нужно было тут же перенести на бумагу. Рисунки забавные. А с возрастом происходило следующее. Участь в школе и в университете. Ну, естественно, я рисовала и на лекциях, и на уроках. И почему-то так складывалось по жизни. В университете тоже? Ну, естественно. Складывалось так, что у меня всегда был партнер. В школе это у меня была моя подружка Людова Плашевская, в университете Анфея Романова. И вот мы садились. Которая сейчас педагог. Которая сейчас замечательный педагог. И с которой у нас общее творческое прошлое. Мы сидели и рисовали характерные портреты. Значит, брали какой-то характер. Ну, например, там зануда, там толстяк, упрямец, добряк и так далее. То есть шла характеристика, и нужно было её выразить в портрете. И вот со временем это увлечение как бы наложилось на рисование котов. Они у меня не просто коты. Они с определённым характером. Они очеловеченные. И поставлены в разные ситуации, близкие к человеческому социуму. Очень интересно. Очень интересно. А можно вот как сказать, с этого места, пожалуйста, поподробнее. Какие там характеры? Если их более ста, это очень много характеров можно. Характеров очень много. Ну, во-первых, это опять же связано с моим ещё одним увлечением с костюмами. Это костюмные коты. Это испанские гранды и грандессы. Это кавалеры XVIII века и дамы XVIII века. То есть это вот одно направление. Второе направление – такое немножко жанровые характеристики. Это могут быть массажисты, это могут быть врачи, это могут быть музыканты, танцоры и так далее. И какие-то сценки из жизни. Скажем, вот многодетная мама на кухне с поварёшкой, облепленная котятами. Но опять же у каждого свой характер. Это должно быть читаемо. Что мне нравится, опять же, делать – это рисовать детальки. Это всё из того же детства, когда я подписывала, что вот это фартука, а вот это сыр. То есть мне самой даже их интересно рассматривать вот просто детальки. А вот Людмила принесла нам свои рисунки и каталог выставки про котов. И там есть целый тематический такой блок «Три мушкетёра». Ну, отголоски трёх мушкетёров есть, совершенно верно. Дозвание я им даю немножечко в кавычках, потому что если это портос, он не настоящий портос, он котовский портос. Но характеристика считывается, когда смотришь на рисунок. То есть там она австрийская? Ну, она не совсем она, но мы можем предположить, что она имела отношение к Биролевскому двору. Ну, то есть когда ты вот на это смотришь и разглядываешь, то как-то воображение-то включается. Безусловно. И картинка, портрет кота, он продолжается где-то в твоём уже воображении. Ну, совершенно верно. Людмила, а эпиграфом к каталогу выставки поставили слова Булгакова из «Мастера и Маргарита». Да, мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот. Да. А какие литературные коты вас вдохновляли вообще? Ну, господи, ну это же вообще настолько традиционно вспомним. Пушкин, Руслан и Людмила. Да, кот учёный, только что вспоминали. Толстой золотой ключик, кот Базилио. Да. Кошка, гуляющая сама по себе, Киплинка. Да. Чеширский кот из «Алиса в стране чудес». Вспомним, тот же понедельник начинается в субботу с Тругацких. Кот там со склеротической памятью, да? То есть вот это можно перечислять… Кот Матроскин. Кот Матроскин. А вот знаете, что самое интересное? Вот опять же, если… Кот в сапогах. Кот в сапогах, первое, безусловно. А вот если мы начнём сравнивать, возьмём в общем масштабе литературу. Вы где-нибудь видели, скажем, ну там собаку в босоножках или мышку в калошах? Нет, а кот в сапогах есть. Нет какого-нибудь лондонского пса, а есть чеширский кот. Ну вот если так, в основном герои вот коты признанные. Ну кот, наверное, самая популярная. Признанные и популярные, правда? И более… А почему вот как? Философски так если подойдёт. Я думаю, что коты, ну с моей точки зрения, опять же, я могу сказать, они же ближе всего к людям и по образу жизни, и по своим проявлениям. Вот вы обращали внимание, как себя ведут, ну если есть коты или кошки в доме, как они себя ведут, если им что-то надо? Если это кошка, она подходит, она смотрит в глаза, она кладёт лапу на предплечье, она там вот подойдёт и мордочкой будет тереться до тех пор, пока не получит то, что она хочет. То есть это такая модель женской хитрости. А женщина, когда ей нужно очередную шубку, колье или колечко, приходит к своему мужчине, смотрит ему в глаза, кладёт ручку на предплечье, головку на плечо. Это вот считывается, ну вот один в один. Как мужчины воюют за даму, за её внимание, да? То же самое делают коты друг напротив друга и выясняют отношения. Ну это же всё, вот один в один, да? И если внимательно за этим понаблюдать, вообще стука интересного открывается. А свой кот есть? У меня кошка. Кошка, ну какая? Кошка, которую зовут Радуга, которую мне принесла дочка, котёнком, и она была вся в разноцветных полосах, рыжая, чёрная, белая, серая, вот всё это было как бы намешано. И первая мысль, которая мне пришла в голову, когда я увидела этого, ну Радуга, ну это она стала радой любимой кошкой. То есть завели дома собственную Радугу? Завели Радугу. С каким характером она? И удалось ли её портрет разместить на выставке? Ну в принципе её черты есть в каждом женском портрете, в женском, в кавычках скажем. И вот интересно, у меня же был большой перерыв, котов я начала вообще в 80-е годы рисовать, это был период, когда я собиралась выходить замуж, мой избранник ходил в море, то есть морская тематика была у нас на первом месте. И первое, что я нарисовала, это большие листы котов, моряков. Это были боцманы, которые сидели один там в баре, второй на палубе, все они были такие очень представительные, забавные. Матроскины, да? Да, и их муж брал с собой в рейсы, они у него висели по стенам, и они прошли все моря и океаны за все эти годы. Какова их судьба? А вот, ты знаешь, сохранились из них три, и двое, по-моему, были украдены кем-то. И потом довольно длительный период, который был посвящен уже другим делам, семья, дети, работа и так далее, костюмы, а вот два года назад случилось так, что я вернулась, наконец, к любимому занятию, к тому, чем всегда хотела заниматься, я хотела рисовать. То есть по жизни всегда мечта была, но когда-нибудь будет время, что вот мне ничего не нужно делать, время свободное, я могу взять карандаш, бумагу и забыть обо всем на свете. То есть была мечта такая? Была, конечно. Мечта сбывалась? Мне всегда этого времени не хватало, а сейчас оно есть, и я так вообще благодарна Господу Богу за то, что оно у меня есть, и я могу вот ему порадоваться этому времени, им насладиться, это классно. Вот когда встаёшь, начинается утро с улыбки и понимания того, что я могу сегодня творить. Людмила, ну это совершенно очаровательные коты, здесь такие сюжеты. Да, Оля уткнулась в углом. Сюжеты, характеры, костюмы, детали от зеркальца и бус до серёжек и бантика на туфельках. Здесь и кот Ториадор, и кошка Стриптизёрша, и кот Банкир, и кошка Гейша. И есть любимый кот? Да, да. Это у меня, но у меня их несколько любимчиков, с которыми я вообще не расстаться не хочу ни в коем случае, ничего. Это восточный падишах у меня, который курит кальян. Это лицемерный монах. Это рисунок, который шёл ещё из 80-х, но закончила я его только сейчас. Это грустный барин и гимназистка. Это воспоминания о моих бабушках. Серьёзно? Серьёзно. Это их тематика. Слушай, нам правда очень нравится. То есть мы до этого момента не видели. Я видела когда-то другие рисунки. Кошки-британские леди и кошки какие-то там парижские профурсетки. Есть кот, абсолютно вот такой русский деревенский кот с гармошкой. И знаете, что интересно? В 80-е годы я рисовала только котов. Было сделано лишь одно исключение для кошки, для несравненной мискитти. Она там вначале есть такая. А вот уже сейчас, когда у меня своя кошка, подаренная мне дочкой, я уже не могу обойти вниманием. А вот костюмы, в которые вы наряжаете своих кошек, то есть там знания каких-то деталей, стилей, исторической эпохи вы используете, потому что они действительно очень, как сказать, стилистически выдержаны, эти наряды кошачьи. Ну, это опять же отдельная глава, так скажем, моей творческой деятельности, когда я 12 лет занималась костюмами на исторические темы. Я их шила, да? Шила для фирмы по прокату и для частных заказов. Это исторические реконструкции, либо вот поездки на карнавалы и так далее, и так далее. Ну, поскольку я этим стала заниматься профессионально, то я уже очень серьезно к вопросу подошла. У меня две полки литературы на эту тему, то есть тема исторического костюма. И прежде чем что-то делать, я изучала, как это выглядело, как это шилось, какие были детали. И технологически пыталась привести в соответствие с нашим временем. То есть, чтобы это и выглядело соответствующим образом, и было удобно одевать, удобно использовать, да, поскольку фирмы прокатные. Понятно, что это люди разные. Должно быть практичным. Должно быть практичным. Вернемся вот к этой выставке. Давай. Какие костюмы тут использованы? Ой, ну костюмы там у меня были в 17 век. Это вот тот самый Портос, это мадам Кокнар. Это жена Портоса. Ну, якобы жена, это дама, которой он поклонялся и вокруг которой выписывал пироэт, если мы помним. Ну да, возлюбленная, возлюбленная. Вот, там же у нас кардинал из той же компании. То есть, ну как же без этого, как же без этого. Есть еще такой демонический злобный кот со шпагой. Он не злобный, он бритер, он забияка, но это ближе к испанской литературе. Литература, это уже, знаете, Рафаэль Саботини. Капитан Влад, вот скорее это из той офферы. То есть, прежде чем вот эти придумывать сюжеты, нужно, конечно, покопаться в памяти, вспомнить там какие-то литературные ассоциации, исторические. Как они приходят в голову? А ты знаешь, Рита, они приходят вот совершенно спонтанно. Я не могу никогда знать, что вот мне в следующую минуту в голову придет. Вот пришло, я села и нарисовала, потому что этот образ мне показался интересным. Мне вот нравится тут, открываю первую же страницу, тут кот, танцующий лесгинку. Ну да. Держащий такой шампур с шашлыком. И бутылку цинандали. Цинандали. А рядом кот-повар с большим-большим таким многоэтажным тортиком и держит мышку за хвостик. Который вытаскивает из этого тортика, поскольку она нахальным образом туда забралась. То есть смотри, каждая картинка, каждая картина – это как какой-то сюжет, это сказка. Да, безусловно. То есть это можно брать и вот приходите на выставку, она нам очень нравится. И просто с детьми можно смотреть, придумывать, что они делали для этого, до этого момента. Хочу ещё два слова сказать о человеке, благодаря которому эта выставка состоится. Потому что ведь, как мы помним, ничего не бывает случайно. И рисунков накопилось много, и друзья мне всё время говорили, почему ты вот их нам показываешь, покажи их гораздо более широкой аудитории. Ну как, ну где, я ничего не знаю, не понимаю. Они меня отправили, иди в интернет, ты там что-нибудь найдёшь. И в интернете, перебирая галереи, я вдруг увидела название «Творческий дворик, кот в мешке». Вот понимаешь, как знак. Да, есть у нас старый. Ну вот как знак. Мои коты, и вдруг кот в мешке, я туда позвонила. Ну, путём такого длительного развития событий я познакомилась с женщиной, с Ириной Буриченко. Очень интересный человек, контактный, весёлый, творческий, с которым мы оговорили возможность такой выставки. Ей эта идея понравилась, и мы решили, что мы сделаем весёлый котовский вернисаж, и планировали его в марте месяце показать уже аудиторию. Но, увы, все наши усилия сошли на нет, и прошло полгода до того времени, как вот мы смогли сейчас это уже воплотить в жизнь. А можно будет с котами приходить? Со своими котами. Понимаешь, Редуля, в чём дело? Там не очень большое помещение, которое нам вызвали. Но с другой стороны, коты, вот вообще это интересно, это всегда интересно. И у меня оформление этой выставки тоже будет вот в котовском стиле. В котовском стиле, да. То есть, конечно, без котов, без живых котов. Прямо по Булгакова у нас получается. Ну как, любимый Роман, ну как без него, конечно. Да, 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 а ещё в Алисе в стране чудес, мне очень. Да, и чеширский кот. Если бы ты была нормальная, ты бы здесь сейчас не оказалась. Совершенно верно. Мы все тут ненормальные, да. Очень такие забавные можно вещи вспомнить. И мы встретимся. Ещё раз давай подчеркнём адрес. Ещё раз приглашаю всех на Бривебос 19, галерея Элькор, гифт-шоп. Это около памятника Свободы. Вход с угла и вниз по лесенке в галерейные помещения. С 3-го числа с 9 до 19 по 18 октября с 9 утра до 9 вечера. Спасибо. И мы сейчас делаем маленький перерыв. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, про котов будем дальше говорить. Продолжаем программу «Личное утро» на Радио Болтком. С нами сегодня Людмила Филиппова. Художник и дизайнер, которая открывает скоро, буквально на днях, выставку своих работ. Называется «Котовский вернисаж». Там будет всё посвящено котам. Более 90 работ. А котов, наверное… Графические. Графические. Ироническая графика это называется. Людмила, вот один из самых ранних котов, он такой буржуазного типа сидит. Интеллигент. В кресле развалился. И читает он Флабера «Воспитание чувств». Да. Почему именно эту книгу? Ну, в тот период я вообще люблю Флабера, а в тот период я его перечитывала очень много. И, естественно, это вылез. Вообще, вот «Читающий зверь» – это тоже отдельная тема. Был период, я ещё училась Рита в университете. Да, откроем тайну, мы вместе с ним учились. И меня библиотекарь попросила оформить зал. Детский читальный зал. И первое, что мне пришло в голову, что это должны быть читающие звери. Сохранилось даже несколько эскизиков. И вот у меня сидели они на фоне вечернего окна, эти звери, каждый в своём кресле. И читал каждый свою книгу. Лев у меня читал «Королеву Марго». Заяц читал современный американский детектив и сидел весь такой взъерошенный. И так он всего боится. А тут ещё детектив змея читала метаморфозы о виде, опять же, совершенно логические продолжения. Ну и так далее. И вот было очень интересно. Это нравилось детям и даже взрослым. Со временем эти огромные листы, конечно, наканули вечность, но у меня остались маленькие такие эскизики. Вот и читающие коты, они тоже читают разную литературу. У меня там одна дама на скамейке Мороа читает письма к незнакомке. Да, вся в проживах. Одна читает Достоевского. Вот работа так и называется «Наедине с Достоевским». То есть, да. То есть, это тема, которая вот всю жизнь с тобой. Ну, конечно. И она сейчас, наконец-то, обрела, обретает конкретное выражение, которое можно увидеть. Наверное, здорово в окружении котов находиться. Посмотрим, мы обязательно придем. А сейчас такой вопрос я хочу узнать. Немножко такой он будет в сторону, да, уводящий, но имеющий отношение к следующему рассказу, который мы, надеюсь, услышим. Такое предисловие сказала длинное. Сама запуталась. Вопрос, пожалуйста, вопрос. Вопрос такой. В какой исторической эпохе ты себя видишь, саму себя? И, например, вот хотела бы оказаться и органично там себя бы чувствовала? Ой, вот вопрос очень непростой. Единственное, что я могу сказать однозначно, что вот в этой эпохе я себя не ощущаю абсолютно своей. Конечно, меня больше влечет. В этой, в смысле, в современной. В современной, да. В современной, да. Моей бабушке очень много времени там проводила в Гатчине. И ее рассказы о семье. Это вообще тоже отдельная тема, очень интересная. Но настолько мне это было близко и понятно, все, о чем она говорила, что у меня даже было ощущение, что я там жила в то время. Не знаю, почему, может быть, это несерьезно со стороны и выглядит, и звучит. Но, тем не менее, для меня это было так. И мне всегда говорили, ты не из нашего века, ты не из нашего века. А Гатчинский дворец, наверное, тоже навевал какие-то ассоциации. Это непростая. Ну, вот представьте себе, если это было место наших игр. Не сам дворец, а территория вокруг. Вот Гатчинский парк, там было все избегано, обтрогано нашими руками. Вот даже ощущение в пальцах сохранилось от камня, из которого дворец построен. Потому что ты бегаешь, ты все время там притронулся, здесь ты там погладил эти камни. Терраса львина, эти львы, которых мы всегда обнимали и сидели, прижавшись спиной к их теплым этим бокам. Ну, то есть, вот все, понимаете? Ну, детства, значит, очень много, да? То, где ты вырос, то, что тебя окружало. Те картины, которые висели у бабушки, ну, там художников было много, да, Раду. Я вот с такого возраста их видела, и висели два портрета предков, два прадедушки. Один, значит, был священником, второй был учителем-преподобателем Ларинской гимназии. И вот напротив два портрета. Один совершенно в темных тонах, второй в таком лунном жилете. Пять-шесть лет я не обращала внимания. В шесть-семь они меня начали пугать. И я там у бабушки выясняла, это вообще кто, и почему они здесь висят. И когда она мне объяснила, кто это и что, я уже где-то даже с уважением начала относиться, и с интересом этот лунный жилет рассматривала. А потом я же просто не представляла быта бабушкиного дома без этих работ. Без работ моего дядюшки, он тоже был художником, дядя Юра, его пейзажа, Гатчинского парка. Он очень много тоже делал этих этюдов. И вот, понимаете, ну, большое значение имеет та атмосфера, в которой ты растёшь, особенно когда закладывается характер, черты этого характера, установки по жизни. То есть там всё было правильно сделано. И для меня дало очень большой, в том числе и творческий толчок. И вот, ну, и гены, конечно, сработали. Ну, наверное. Были художники. Были. Вот, и вот это имело продолжение. Вопрос-то тоже не просто так было. Какое-то время назад, я прекрасно помню, выставка, да, одна, другая, выставка костюмов исторических эпох разных. На исторические темы. Нельзя сказать, что исторические. Хорошо, да, на исторические темы, которые проводила Людмила Филиппова. Расскажи, пожалуйста, первая выставка, о чём была и чему посвящена. Какие темы, да. И почему именно это время, эта эпоха и эта страна? Ну, началось, я вам опять же могу предысторию немножечко рассказать. Двое детей в семье у меня, сын и дочка. Когда они пошли в школу, да даже ещё там с детсадовского возраста, были праздники, на которые детям нужно было шить костюмы. Я это делала с огромным удовольствием, потому что любила и шить всегда, и украшать, и дизайном заниматься. Но я как не совсем такая простая мамочка, мне было мало просто шить костюм. Я тут же садилась и писала для него какое-нибудь стихотворение. То есть, ребёнок должен был его представить, не просто выйти вот в каком-то костюме. Творческий костюм. Творческий костюм. Вот. И этих костюмов накопилось довольно много, потому что дочка потом пошла в театральную студию. Я для них уже делала что-то конкретное. И в один момент я познакомилась с руководителем вот этой прокатной фирмы, с Региной. И первый вопрос, который она мне задала, где вы были раньше? Ну и, соответственно, я могла тоже спросить, а где раньше были вы? То есть, вот после знакомства состоялось сотрудничество, и для неё я уже стала целенаправленно создавать эти костюмы на исторические темы. И период от 15 века до начала 20-го. А где их прокатывали? Прокатывали. На ЦЭСу эта фирма находилась. И вот за 12 лет, в течение которых я этим занималась, около 200 костюмов я сделала. Я имею в виду, для чего брали люди? Люди брали для того, чтобы участвовать в фотосессиях. Это модели обычно этим занимаются. Для того, чтобы участвовать в каких-то тематических мероприятиях, вечеринках. Часть костюмов, вот даже в сравнении со мной, облетела гораздо большее количество стран. Потому что их брали, скажем, ну вот замки Франции, я знаю, это было популярно, частные вечеринки где-то лет 10 назад. Их туда брали, значит, чтобы выглядеть соответствующим образом. Их брали на исторические реконструкции. Или же делали мне частный заказ, когда это было вот конкретно нужно человеку на такой-то век, такая-то атрибутика. Я уже работала конкретно с заказчиком. Либо это были карнавалы. Вот венецианский карнавал, он был наиболее популярен. И вот либо брали у Регины в прокате, либо мне заказывали уже вот конкретно. И очень приятно вспомнить, я шила для знакомых такой костюм. Значит, это был костюм, ну так условно назовем его Джульетты, да, тот самый период. И девушка, которая, ну я делала по полной программе, то есть там было и платье, там был этот тяжелый плащ, отделанный специальной такой блестящей подкладкой. Он был обшит золотым шнуром со стразиком и все. Ну то есть вот здесь я могла позволить себе любую фантазию и выложиться, как говорится, по полной. И когда эта девочка уехала в Венецию, я получила оттуда открытку, даже где-то с собой, попробую ее найти. Значит, что Людмила, благодаря вам я самая красивая девушка Венеции. Вы представите, как мне было приятно. Вот, и еще у меня открытка есть вот Васильева, который там тоже видел мой костюм, вот его. А вот эта, которая венецианская. А, вот, кстати, вот эта девочка. Вот здесь у меня тоже костюмы ее есть, если интересно, потом посмотрите. Людмила, а сама как-то примеряла? Или участвовала, или в Венецию, может быть, ездила на карнавал в своем костюме? Нет, в Венецию я не ездила. Мне больше вот как-то нравилось их создавать. Вот всегда процесс интереснее, как бы непосредственно уже готовые результаты для меня, во всяком случае. Мне очень интересно технологические какие-то приспособочки было находить. А вот, кстати, про технологические приспособочки. Здесь много платьев, видно, что там корсеты, вот этот турнюр, когда на копе такое пышное сооружение. Подушечка. Да, то есть вы изучали технологию изготовления? Обязательно. Потому что, когда смотришь, даже непонятно, как технологически это вообще все сотворится. Это самое интересное и есть, когда открываешь книгу по истории костюма и читаешь, как это было сделано раньше. А как это можно сделать сейчас, чтобы и выглядело так, как раньше, и в то же время сохранить удобство для использования. Ну, это да, это тоже большая очень работа, но она мне бесконечно нравилась. И когда я занималась, да еще и как бы я за это имела какую-то отдачу, да, то есть это вот тот самый случай заниматься любимым делом и вообще больше нечего пожелать. Ну, это опять же к исполнению мечты, мечт. Да, к исполнению мечт, совершенно верно. Придумал я, оно получается. Придумал, веришь. А так про выставки мы начали. Да, и выставки. Потом, значит, тоже вот мне предложили поучаствовать в одной общей выставке. Это было на Пушкина. Потом уже персональная выставка была в галерее Нелли. Там уже с манекенами, все как положено. Они были одеты в костюмы, можно было посмотреть. И две выставки или три были в Центральной детской библиотеке на Абревибас. Ну, это уже более поздний период стиля ампир был. Вот как раз то, что Оля сейчас в руках. Там эти костюмы были выставлены. С турнюрами. С турнюрами. Совершенно верно. А откуда, чем вдохновлялись, когда создавали вот эту восточную тему и коллекцию? И падишахи, на ложнице. Не трудно даже сказать. Может быть, был какой-то заказ. Но в то же время восточная тема вообще мне очень близка. Я люблю восточную тему. Это и по рисункам котов видно, да? Сказки. Это Шахерезада? Ну, не только Шахерезада. Это у нас в доме очень много было сборников сказок всех народов мира. И восточные занимали примерно половину. Это были грузинские, армянские, азербайджанские, калмыкские. Персидские были. Персидские были обязательно, да. То есть вот всю эту литературу, естественно, я читала и где-то рисовала в тетради этого учебника. Причудливыми путями воображение иногда работает, да? Ой, да. Где-то что-то прочитал. Неспредимые пути Господни. Да-да-да, так и есть. И когда не знаешь, в какой момент вдруг вот раз что-то и приходит. Мне очень интересно про материалы. Где же это вот, особенно раньше, да? Сейчас у нас нет проблем, просто это дорого. Да. А раньше-то где это можно было достать вот эти вот парчи? Вот разными путями. У нас уже в то время, те самые 10 лет назад, существовал такой магазин, как Абакан. С очень большим ассортиментом тканей. И можно было что-то подобрать там, а что-то я просто искала. Вот ходила, и если я вдруг видела, даже безотносительно, вот у меня нет заказа, но я вижу вот интересная ткань, у меня сразу срабатывал какой-то рычажок, и я даже не задумываясь брала вот эту ткань, потому что знала, что когда-то оно обязательно выстрелит. И так и было, в принципе. И вот проходило, мог пройти там год, а могло два месяца. И вдруг я понимала, что вот мне нужна именно эта ткань для конкретного костюма. Слушай, ну как вот здорово всё получается. Всё-таки я хочу сказать, ещё подчеркнуть ещё такой момент, что вот Людмила, она себя представила, как я просто творческий человек. Вот у неё здесь маленькая книжка лежит рядом, то есть случайно вот совершенно узнали, что она выпустила ещё и книжку стихов. Очень красиво. Покажи, пожалуйста, подними, потому что у нас видео, да, кто смотрит, те увидят. От случая называется к случаю. Да, просто это для себя было сделано, да? Это для себя, но дело в том, что, опять же, вот какая история. Я никогда не писала ничего специально, но когда происходили какие-то праздники или там что-то нужно было вот конкретно просто, мне говорили, вот можешь вот написать для этого и для этого. Садилась и писала. Так же как с этими костюмами или там детям в школу времена года или что-то, мне некогда рыться там, искать классику. Я просто садилась и писала, что вот нужно, да? А вот после довольно сложного периода в жизни, вот когда мама уходила, и потом у меня почему-то, я не знаю, опять же, что-то то ли замкнуло, пошёл поток. И если посмотреть, в основном это стихи после 18-го года, вот какой-то блок. Я не знаю почему, но вот они пришли, и все меня начали теребить, ты потеряешь эти листочки, у тебя везде валяются, возьми, собери. Ну, собрала в такую папочку. Нет, вот давай напечатай, у тебя дети, у тебя внуки, пусть хоть что-то останется. Ну, так посидела, ну, да, действительно, пусть хоть что-то останется. И в итоге вот я издала очень-очень маленьким тиражом для близкого круга эти книжечки и альбом. Вот тут вопрос о семейных ценностях сразу возникает. Я сказала, у тебя промелькнуло, что да, вот семья близкие, для них это важно. Конечно, для них это важно, но я знаю тоже чисто случайно, что ты занимаешься очень большую работу, проводишь по воссозданию, генеалогии семьи. Ну, это не только я провожу. Да, ну, может быть, немножко подробнее, как, почему это началось, что за такие родовые какие-то там истории. Уже начали рассказывать про портреты дедушек в Гатчине. Да, ну, вы знаете, это вообще тема такого отдельного, наверное, очень большого разговора. Но в двух словах, что я могу сказать? У меня семья очень интересная по двум направлениям, и по папиному, и по маминому. Здесь вот пересеклись две линии, одна дворянская, одна богемная, скажем так, да. В одной семье священники, учителя, художники, просветители, а с другой стороны музыканты, певцы, инженеры. И вот как бы вот эта контоминация дала совершенно замечательные результаты, как я думаю. Потому что нас в семье все любили читать, петь, танцевать, играть, что-то придумывать, воплощать в жизнь интересные сценарии и так далее, и так далее. И по истории семьи, почему я стала этим заниматься? Я уже говорила, жила в Гатчине у бабушки, да, это которая дворянская линия. И любимым моим занятием было слушать ее рассказы. Я у нее была любимой внучкой младшей из всех детей. Она меня вот очень сильно любила, проводила со мной практически все время, когда я туда приезжала. А меня интересовало, как жили раньше. То есть это любимая тема. Расскажи мне, как жили раньше. Я не знаю, почему меня это интенсивно. То ли вот окружение всех этих картин, портретов, а вот почему он так одет, а почему у него вот это здесь. И она мне рассказывала, семья у нее была большая, 12 детей в семье. Кстати говоря, тоже пересечение и у мамы, и у папы, и у предков совершенно одинаково все. Там даже совпадали имена и отчества матерей и отцов. И бабушка рассказывала о своем отце. Вот он преподавал в Варенской гимназии. У него очень интересная была жизнь и огромный послужной список от тех времен до советских, когда он уже преподавал в советских школах. Рассказывала о своих сестрах и братьях, очень непростые судьбы, люди, которые пережили и революции, и войны, и какие-то катаклизмы. Кто-то остался, кто-то выехал за границу. И что вот я считаю, я правильно сделала. Я в свое время просто уже, когда стала постарше, записывала часть ее рассказов. Часть я хранила в памяти, а часть просто записывала. Вот это там про дедушка такой-то, про бабушка такая. Ты жила тогда-то, там-то занималась тем-то и так далее. И эти записи у меня остались. Часть документов бабуля у меня отдала, и часть мне потом отдала двоюродная сестра. То есть вот какие-то в семье хранились наградные листы деда, скажем, все эти царские грамоты с печатями и так далее. И она со мной поделилась. То есть мы разделили, часть осталась в Питере у них, часть у меня. И лежала до какого-то времени, когда вдруг где-то, наверное, 13 или 12 год одна из моих питерских сестричек позвонила и сказала, мы решили восстановить историю семьи. И вот все, что у тебя есть, давай в общую копилку, мы все это изучим, посмотрим и попробуем издать. Ну вот мы собрали все материалы, которые были у них, у меня. Ну опять же и рассказы, и какие-то записи, и архивные. И в Питере они обратились в центральный архив, где очень много нашли дополнительной информации. В общем, итогом всей этой деятельности нашей совместной стала родовая книга. Просто прапрадед Березкин, он оставил генеалогическое дерево, он тоже художником был хорошим. И вот именно с этой картинки все пошло. То есть она была основой, там были записи с 1616 года. И мы просто смогли восстановить уже потом по архивам, кто, откуда и почему. А почему вот так важно восстанавливать историю семьи? Это же не все этим занимаются. Вот как вот ты считаешь? Понимаешь, Ридочка, для меня это было важно. Я могу только о себе сказать. Для меня это было важно всегда. Я себя всегда ощущала вот именно в Климовской. Да, не мамина как бы линия, а папина. Я говорю, может быть, потому что я жила там у бабушки. Может быть, потому что вот она меня в основном воспитывала, когда я там пребывала. И, ну, это было мое. И мне было важно оставить эту память не только для себя, но для моих детей, для моих внуков. И вот эти все книги. Там тоже много интересных находок было. Нашли дневник того самого нашего прапрадеда. Да, у букинистов вы купили. Ну, там много историй, но это отдельно уже, наверное, надо говорить. Знаете, может быть, будет интересно и Людмиле, нашим радиослушателям. Вот Людмила сказала, что мне всегда было интересно, как раньше жили. Да. И расспрашивала бабушку, да, какие-то детали и так далее. Вот я хочу обратить внимание, что в издательстве «Молодая гварда» есть очень интересная серия. Серия называется «Живая история. Повседневная жизнь человечества». А название книг – «Повседневная жизнь» и берется какая-то социальная группа и какой-то исторический период. И вот есть очень интересное такое исследование. Автор Семен Экштуд, кстати, Семен Аркадьевич, когда представлял свою книгу «Живописный детектив», такая она у него нашумевшая, был гостем нашей студии. И называется «Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи великих реформ до Серебряного века». Это как раз вот тот период, о котором вы говорите. В принципе, обратите внимание, серия «Живая история. Повседневная жизнь человечества» в издательстве «Молодая гвардия». Раз уж мы сегодня всё про литературу, про книги. Ну да. А ещё и предметы быта, как интересно. Вот я до сих пор помню бабушкины сундуки. На одном из них я в детстве спала, он был огромнейший такой. Поднималась крышка, и за две ручки вытаскивали такие петли. Вытаскивались полки. И там хранился старый корсет. Высокие башмачки с такими железными круглыми штучками. И специальное приспособление их шнуровало. Да? Чего же это? Ну там какие-то салфетки из тех времён. Он просто период войн и революции очень много унёс, а бабушка была старшая в семье, да. И, ну как сказать, её брак был правильный, а дальше уже пошли немножко мезальянсные такие браки у других детей. И когда её выдавали замуж, там было роскошнейшее приданное. С монограммами, бельё, там, посудой и так далее. И вот что-то до наших времён дошло, что-то нет. Эта бабушка, я помню, нам подарила каждый по этой ложечке именной, где её, Вензель Старяйлева и Чевера Чередеева. И подарила мне салфеточку тканую, которую, как я помню, с детства всегда у неё лежала на шкафчике. Я на ней там и играла, и всё. Ну вот чётко ассоциатива, это бабушка. Эта вещь у меня до сих пор хранится. И вот берёшь в руки, ощущаешь энергетику вот другого времени. Это невероятная ценность и чудо, потому что сквозь революцию, войну, блокаду, бабушка сохранила вот эти знаки. Да, и плюс ещё немецкая оккупация, которая была в Гатчине. И при всём том, что немцы стояли на посту и в её доме. И самую интересную историю тоже расскажу. Бабушка маленькая, худенькая, метр, наверное, 60, не больше. Оба сына на фронте, и добрые люди тут же немцам доложили об этом. Они заняли одну комнату в её доме, но это были, как я понимаю, данские войска, скорее всего. И как-то они развлекались тем, что стреляли по печке. Бабушка моя, метр 60, худенькая, зашла в эту дверь, отчитала, забрала этот револьвер. И на следующий день они перед ней извинились. Для меня это вообще, когда она мне рассказывала эту историю, я говорю, бабуля, ну как, мы же привыкли, фашисты, оккупанты, всё. Она говорит, ну вот, это было так. Ну, то есть у неё такая была сила, как эта внутренняя? Внутренняя, да. У неё очень тяжёлая была судьба, там, ранняя потеря мужа и первых двух детей. То есть это всё было очень сложно. Но, тем не менее, характер, вот, это было так. Да, очень интересные рассказы. Наша программа подходит к концу. К сожалению, мы напоминаем, что гостей личного утра была Людмила Филиппова. Есть и была, да? Людмила Филиппова, которая приглашает нас всех на готовский вернисаж. С 3 по 8 октября, который состоится на Бривебос-19 в галерее Элькор Гифт Шоп. И организуют эту выставку «Творческое пространство. Интрига. Арт», которым управляет организатор Ирина Буряченко. Милости просим. Там и встретимся. Это возле памятника свободы. Возле памятника свободы. И хорошего вам всем дня. Удачного дня. Спасибо, до свидания.